Ребят, всем привет! У нас вот такие новости не знаю, то ли хорошие, то ли не очень с утра было все нормально но сейчас вечером я пришла птицу кормить а у нас, представляете на одном яйце я видела наклев вот видите, проклюнуто яичко то есть вывод у нас будет раньше сегодня 4 июля у нас наклев должен был быть 7 июля и 9 уже должны все птенцы вылупиться я вот чисто случайно сейчас увидела что у нас на одном яйце наклев сейчас я все проверю яйца потому что я даже не смотрела вот смотрите, второй а у меня тут еще не готова досточка надо срочно мужу сказать чтобы что-нибудь прибил какую-нибудь досточку или что-нибудь сделал чтобы птенцы не повыскакивали значит эти подальше буду положить а эти вот наклевываются вот почему это произошло почему раньше проклевываются птенцы а все потому что ужасная жара сейчас пол шестого вечера а температура воздуха в тени 33 градуса вот так вот и уже такая жара у нас давно неделю точно не было дождей давненько дождей вообще наверное недели две уже наверное не было а вот жара получается неделю как сильная и поэтому птенцы появятся раньше самое главное знаете за что переживание то что они раньше появятся о смотрите и третье яичко тоже проклюнуто я больше переживаю что при такой жаре и птенцы раньше появляются и у них может быть такая беда как как бы они поджариваются внутри яйца и плохо потом заживает желточный мешок вот это меня немножко как бы пугает ну а так в принципе раньше значит раньше значит так должно быть в общем смотрите три яичка проклюнуто если даже сегодня прохладнее не будет скорее всего эти птенцы даже завтра уже вылупятся а не послезавтра еще раз повторюсь мы вообще о а вот этот вообще бьется сильно ой я прям его чувствую он тоже значит через пару часов проклюнется ой вы видели этот шевелится прям яйцо шевельнулось в общем ладно значит будем завтрашний день ждать и скорее всего уже завтра все не будут проклюнуты ну и возможно вот эти три яичка которые уже наклев пошел к вечеру могут появиться птенцы так что такие вот дела не знаю радоваться этому моменту или не очень ну я надеюсь что все будет хорошо никто плохо себя чувствовать не будет я надеюсь что все хорошо вылупятся все будут здоровенькие и красивенькие вот такие вот дела у нас значит еще у нас одна курица уже третья получается начала нестись значит вот та которая с белым поводочком на ножке несется вот эта с черным несется эту зовут Машка без поводочка зовут Муха она тоже несется кстати куда она сбежала вот и мы до сих пор еще ждем как вы назовете наших остальных курочек три имя нам уже понравилось так что в принципе мы можем их назвать хоть завтра но решили немножко еще подождать вдруг еще кто-нибудь захочет придумать имена для курочек утятки поели посмотрите какие грязные едят тут же пьют тут же это расплескивают за мухами гоняются все хорошо себя чувствуют уже подросли прям хорошо даже знаете вот когда они выходят помните я вам говорила вот в те нижние отверстия выходят попастись на травке уже некоторые даже не могут во все отверстия попасть там есть где-то чуть поуже где-то пошире и там где поуже они уже не могут проскочить теперь они ходят и ищут место где пошире вот такие вот дела а утятки все 16 на месте одного мы подарили если вы помните короче ждите меринда жди новеньких пополнение будет тебе хочу все-таки ей подсадить детей мерин ну в общем не знаю что делать как быть ну что делать как есть так есть уже ничего не сделаешь слишком жарко и вот поэтому все это происходит да кто-то у меня спрашивал как влияет температура воздуха на улице вот посмотрите как она влияет получается у нас сегодня четвертая на 5 дней считая раньше у нас будет вывод ну не на 5 нужно 4 дня но сам факт вот как бывает буду теперь все время сюда приходить смотреть утят буду забирать а потом подсажу меринди я решила все яйца которые еще не проклюнуты просветить раз уже начинается наклев мне нужно точно знать у всех ли утят уже носики в воздушной камере вот видите очень хорошо видно что носик уже в воздушной камере и он уже стучит по яйцу его даже слышно руками когда держишь яйцо так жара действует на вывод получается раньше у нас будет вывод холод тоже действует на вывод но при холоде птенцы вылупляются иногда позже положенного срока вот такие вот дела это тоже уже прям сильно стучит яичко значит ночью я еще приду и посмотрю сколько яиц проклюнулось если у меня будет время если нету завтра утром в другом случае буду всех проверять это хорошо тоже вам видно вот тут вот клевик здесь уже крылышко скорее всего или ножка просветило оставшиеся все яйца три у нас уже наклюнулось остальные у всех полностью клевики в воздушной камере и у некоторых яичек даже настолько бурная внутридеятельность что я боюсь что они прямо сейчас повыскакивают из яиц ой какое злая стала просто жуть такие вот дела так что не всегда получается вовремя вылупляются птенцы для этого и существует овоскопирование чтобы знать живые зародыши или нет и когда птенцо ждать на свет на пока всем пока до новых встреч что пришел ничего не надо до новых встреч до новых встреч до новых встреч